Музыка Город Михайловск, у мемориала вечной памяти собрались сотни людей, от мала до велика. Пришли почтить память погибших ветеранов, тех, кто в сороковых не жалел себя за мирную жизнь в стране. Участники войны отметили, историю Второй мировой каждый патриот должен знать на зубок. Мы отмечаем положительное среди молодежи. Раньше, первые годы 20-го столетия, как-то было много уклонистов. В армию не хотели идти. Сейчас изменилось в положительную сторону. Но приятно это отметить. Также ветераны отметили, именно в Михайловске к подобным мероприятиям подходят особенно. Тут и цветов всегда много, и слова, которые произносят ведущий, особенно берут за душу. У вас организовано и в прошлые годы, лучше всех была организация, военно-патриотическая работа. Да, здесь мы все. И цветы, и высказывания, и воспоминания, и все, и вся. В общем, хочется отметить приятно, что Михайловск – это самый патриотический такой город. Вот они не забывают миллионы погибших. У вас и мемориалы здесь вот хорошие, красивые. У вас и фотографии, у вас и цветы, и все, и все. После возложения цветов участники отправились в автопробег. Маршрут Ставрополь-Михайловск-Казабильный. В машинах школьники и ветераны. Организаторы отметили, такие автопробеги проходят ежегодно. Главная цель – не забывать героев страны. Конечно, главной целью нашего автопробега является довести до всех о великой победе, которую достиг наш народ в 41-45 году. Чтобы не забывали, ветеранов с каждым днем становится все меньше и меньше. И чтобы все-таки дань люди отдавали за то, что они нам отдали многие жизни, за то, что сейчас над нами горит солнце, небо чистое, мирное, что мы можем спокойно жить, не оглядывая ни на каких наших, будем так говорить, врагов. Николай Александрович пошел на фронт в 43-м. Раньше возраст не позволял. Принимал участие в освобождении Молдавии, Украины и Румынии. Форсировал Дунай. А День Победы встретил в Европе. И даже сегодня помнит слова присяги, которую произносил 70 лет назад. Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступаю в ряды Советской Армии, принимаю косягу и торжественную клянусь. Быть честным, добросовестным, выполнять все указания, не жалея своей жизни отдавать за честь и свободу нашего народа. Встречать День Победы в таком формате придумали 5 лет назад. Ветераны со всего Шпаковского района собираются в селе Пелагиада у Вечного Огня. Там, как всегда, минута молчания и возложения цветов. А потом все перемещаются на базу отдыха, где дальнейшее общение проходит в теплой и неформальной обстановке. Там ветеранов тепло приветствовали краевые парламентарии. Сегодня с величайшим чувством добра, счастья я желаю ветеранов войны, чьим неимоверно труднейшим подвигом досталась нам великая эта победа. Вашим родным, близким, здоровья, счастья, процветания. С Днем Победы вас, дорогие земляки! Это моя депутатская работа. Еще будучи депутатом четвертого созыва по спискам, а сегодня избранный по 25 округу Шпаковского района, я постоянно провожу такие акции. На сегодняшний день здесь ветераны и труженики тыла Шпаковского района. Проводим уже третий год подряд и будем проводить все время, пока будет предоставлена нам возможность такая. Также, кроме этого, мы разослали поздравительные открытки по домам. И плюс мы разослали... Сегодня люди, мои помощники, разъехались по всему району, будут вручать конверты с поздравительными открыточками и каждому по тысяче рублей. Я понимаю, что это невелика сумма, но на сегодняшний день хотя бы к столу что-то они смогут купить. А после короткого митинга – застолье и подарки. От администрации района и Краевой думы. Ветеранам желали в первую очередь здоровья и долголетия. У нас в стране, да я считаю, в мире, это 68-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Наш Шпаковский район уже на протяжении более пяти лет проводит нестандартные встречи с ветеранами, чествования. Мы привозим их на базу Пелагиада, оздоровительный комплекс Пелагиада, где чествуем, в неформальной обстановке беседуем, дышим свежим воздухом нашего Шпаковского района. Ну и самое главное, чтим память погибшим в Великой Отечественной войне. Очень важно для администрации Шпаковского муниципального района, для глав муниципальных образований сохранять ту преемственность в военно-патриотическом воспитании, ту преемственность, которая уже сложилась уже в новых условиях. К огромному сожалению, ветераны каждый год уходят, все меньше, меньше и меньше. И поэтому с каждым годом проведение этого праздника требует от нас гораздо больших усилий с точки зрения того, как это провести, чтобы это все было хорошо. Об этом помнила молодежь. И мы чтили память воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Следующая встреча ровно через год. В администрации района говорят, очень хотим, чтобы главных участников не стало меньше. Алексей Фортиков, Роман Шиповалов, Николай Попов, Информбюро. В этом году торжества в День Победы прошли под знаком Золотой Звезды Героев. Торжества начались с митинга у мемориала Огонь Вечной Славы. В нем приняли участие руководители района и города, краевые депутаты, трудовые коллективы и, конечно, сами главные герои, ветераны. Уважаемые земляки, разрешите от лица администрации Шпаковского муниципального района сердечно поздравить нас всех с великим праздником для нашей страны, Днем Победы. Я с искренней гордостью преклоняюсь перед теми, кто в воду Великой Отечественной войны отстаивал рубежи нашей Родины и отстаивал рубежи от фашизма весь мир. Мы действительно совершили великий подвиг, и поэтому низкий вам поклон. А после красочная театрализованная постановка. Ее главным символом тоже стали золотые звезды Победы. И парад победителей. Его открывали школьники. Они несли в руках портреты фронтовиков жителей района, которые отличились на полях сражений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова